Как мы вас любим! Юбилейный вечер Александра Зацепина. В субботу в 9 на 9. В эфире программа «День. Трагедия по халатности». На прошлой неделе Мудиини родители забыли в машине полугодовалого младенца. Малыш умер после трёх часов в автомобиле. За последние 11 лет это 30-й ребёнок, который расплачивается жизнью из-за халатности своих родителей. У благотворительной организации «Яд Сара» есть решение. В студии сотрудница благотворительной организации «Яд Сара» Малка Миламет. Малка, шалом. Шалом и враха. Эх зоовет. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, расскажите нам, как это работает. Ну, я волонтёр «Яд Сара», и я могу вам сказать, что сегодня мы можем объявить о том, что «Яд Сара» может показать совершенно новый прибор, который предотвратит такого рода ужасные случаи. Это две разных части одного прибора. Браслет, который надевается на ножку или ручку ребёнка, и такой вот специальный брелок для ключей, который начинает звучать, если вдруг родитель отдаляется от браслета. Если вдруг родитель оставляет своего ребёнка в машине и отдаляется на 10 метров, то брелок начинает пищать и делать очень сильные звуки. И когда родители это слышат, конечно, сразу вспоминают, что, не дай бог, он оставил своего ребёнка в машине и бежит за ним. Почему именно вы, волонтёрская организация, которая помогает пожилым людям, занялись вот такой вот проблемой? Ну, вы знаете, «Яд Сара» помогает любой части населения, начиная от маленьких совсем детей и заканчивая пожилыми людьми. И всё, что мы можем сделать для того, чтобы спасти жизнь, вот это, собственно, наш алфавит, это наша цель. Поэтому мы придумали такой вот патент, и мы понимаем, что до сих пор, вы знаете, 400 детей до 2018 года за всё это время погибли. Только 11 детей погибли в этом году? Да, только 11 детей погибли в этом году. Поэтому «Яд Сара» мы решили, что обязательно нужно как-то помочь, помочь спасти эти невинные жизни. Я так понимаю, что можно получить вот этот вот прибор в любом филиале, и даже не нужно платить деньги? Да, действительно, у нас есть 117 филиалов во всём Израиле, и в любом из этих филиалов можно получить такой вот прибор. И если, конечно, вы хотите, то, в общем-то, это бесплатно. Нужно только оставить деньги в залог, и вы получаете вот этот вот чудесный брелок для спасения жизни. Этот патент уже существует, есть, может быть, что-то другое, похожее. А вы чувствуете, что вот люди приходят и берут это, или как? Или большинство родителей в любом случае говорят, со мной это не случится? К сожалению, я могу вам сказать, что мы все замечательные родители, и нас всё это волнует, и когда происходит трагедия, мы все в ужасе и в горе. Вот позавчера, когда забыли по цене ребёнка в машине, и то с сегодняшнего дня 400 родителей пришли в филиал, так что есть, конечно, люди хотят получить это и приходят за ним. У нас есть буквально полторы минуты до конца нашей программы в этом часе. Я могу сказать, что вы расскажите ещё немного про Яцару. Что вы ещё делаете? Вы знаете, мы организация, которая смотрит на человека и видит в нём человека, начиная с момента рождения. Мы даём матерям всевозможные вспомогательные приборы для кормления. Мы помогаем, в конце концов, вызволять людей из больницы и оставлять их дома со всеми нужными приборами и медицинскими приспособлениями для того, чтобы можно было оставлять дома человека и следить за ним. Я хочу сказать вам, что вы организация, которая некоммерческая. Да, верно. Марка Миламет, спасибо большое. Спасибо и вам. Время практически 6 часов, и я передаю слово Михаилу Рабиновичу. Михаил, эфир ваш. Спасибо, Борис.